Продолжение следует... В 1995 году появился документ, который был утвержден Священным Синодом, Собором, и на основании которого, собственно, состоялась канонизация 90-х годов, 2000-х годов и последующих годов. Мы можем говорить только в сослагательном наклонении, поскольку мы не можем оспаривать мнение Собора Русской Православной Церкви. Так вот, согласно тем критериям, по которым все эти годы комиссия работала, препятствия следующие. Человек не может быть прославлен, если он был лжесвидетелем против себя и против других по своему делу, если он был раскольником, обновленцем, григорианцем, либо вступил в иной раскол, если он отрекался от Церкви и от Сана и от Христа, если были какие-то препятствия в нравственной области, это тоже, к сожалению, иногда встречается. Человек иногда судился как вор, как драчун, как еще по какой-то уголовной статье, а не церковной. И не привлекался ли человек в качестве свидетеля по обвинению других лиц. И также очень такой серьезный вопрос, не сотрудничал ли этот человек со следствием, не являлся ли он секретным агентом НКВД. Вот, собственно, все те критерии, препятствия, которые комиссия всегда обращала внимание. Почему нам с вами еще очень сложно сегодня обсуждать эту тему, потому что период массовой канонизации, который вот начался в 90-е годы, фактически закончился с принятием двух законов 2004 года и 2006 года об информации, когда нам, церковным исследователям, фактически был перекрыт доступ в архивы, к полноте архивных документов, той, которой они нужны нам для принятия решения. Вот, поэтому кто успел в этот период произвести исследования в своих областях, он, естественно, в те области, в те епархии, где вот это исследование массово не было проведено, они, как говорится, сейчас не могут уже примкнуть к этому исследованию в силу вот этого закона. Когда закон изменится, мы с вами не знаем, то есть для нас с вами этот вопрос закрыт, и поэтому вот на сегодняшний день можно только говорить о том, что произошло вот в эти 20 лет, и, ну, мечтать, молиться о том, чтобы все-таки архивы были открыты вновь, и мы смогли продолжить наши исследования. Спасибо, отец Олег. Да, действительно, ситуация неоднозначная, не вполне простая, но, как я понял из докладов, может быть, я, конечно, ошибаюсь, в процессе подготовки прославления того или иного святого наблюдается некое напряжение между теми критериями, которые являются на сегодняшний день действующими в отношении процесса канонизации, и той реальности, с которой сталкивается исследователь. Пожалуйста, отец. Несколько слов можно добавить? Пожалуйста, отец Сергий Правдолюбов. Про теории Сергий Правдолюбов, Троица Голенищева, город Москва, родом из Рязанской области. И почему я так сказал? Потому что сегодня вся Рязань чтит память вычеркнутого, святого Владыку Ивеналии Масловского. Почему я так говорю? Ни в коем случае не того, чтобы укорить кого-то. Но народ переломить нельзя. Они его почитают все 75 лет и даже больше. И это такая, я бы сказал, трагедия для верующих города Рязани. Это удар по церкви, единство церкви произошло внезапно, неожиданно. И как быть в этом положении? Я знаю, у рязанцев знаю, что это такое. Они были очень воинственные. Не дай Бог, чтобы они сейчас нечто такое проявилось. Как объяснить им? Никаких объяснений нет. И вот тут у меня первый пункт, я на нем ограничусь. Я слышал ваше сейчас объяснение о принципах работы Синодальной комиссии по организации святых. И я слышал, как будто вы читали какой-нибудь томос такого-то Вселенского собора. Безапелляционно. Простите. Вы сами себя утвердили. Правда, там был еще Синод, я понимаю. Но меня удивляет в этом аспекте и свете отрицание вашей комиссии возможности покаяния перед смертью. Апостол Петр отказался от Христа. А документ, что он его принял назад, есть документ? Римского магистрата с печатью. Апостол Павел гнал христиан. И что? Первый Верховный? И апостол Петра надо написать телеграмму римскому папе, что вы знаете, вы слишком быстро его прославили. Он, ну, документа нет. Покаяние может, может быть. Тем более у людей, те, которые не прошли 90 лет, работая на органы, в своих удобных домиках, в комфорте, их расстреляли. Значит, они хоть подписали что-то, но они же не работали. Это не учитывается правилами. И последнее, что вы меня простите, я люблю мучеников и почитаю вашу деятельность комиссии. Но ни одного великомученика мы не увидели в 20 веке. Ну, неужели не было ни одного великомученика? Почему в древнем мире этот великомученик, этот, 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 этот? У нас ни одного. А потому что нас справки о великомучениках не дают. Это, что такая, я бы сказал, безжалостность, черстость по отношению к страданиям людей. Сколько они были в лагерях, в тюрьмах, они едва живые и никого не назвали великомучеником. Я сразу отвечу и очень коротко. Значит, во-первых, покаяние апостола Павла было публичным, и покаяние апостола Петра было публичным. Это раз. Во-вторых, свидетельства о покаянии наших новомучеников, они иногда в делах встречаются. И в таком случае, естественно, принимается решение о прославлении этого святого. Это два. И в-третьих, мне кажется, что ирония, она в этих вопросах неуместна. И говорить, что какой-то сенот и какой-то собор, это не очень как-то канонически как-то звучит, очень режет слух. Хочу обратить внимание на некоторое противоречие тех, кто утверждал необходимость либерализации критериев канонизации. Противоречие в следующем, что все протоколы допроса фальсифицированы, и при этом зачем-то приходилось страшно пытать заключенных, арестованных. Это если надо было пытать, значит невозможно было фальсифицировать. Наше государство и тогда, и уже тысячу лет находится на государственном уровне развития. И стихии волонтаризма такого, чтобы взять и просто бегать по улицам и расстреливать людей, оно не может допустить. Поэтому фальсификацию, вот такую беспредельную, оно допустить не могло. Поэтому, да, есть некоторая путаница. Фальсифицировали свидетельства лжесвидетелей. Они были, как правило, штатными сотрудниками, стукачами. А протоколы допросов, мы оказываем содействие этой теме новомучеников уже более 20 лет, ни одного не обнаружили. Надо было обязательно заставить, чтобы человек сам подписал. И последнее. Для меня, как мирянина, очень важно святости новомучеников, любую. То, что они должны являться и являются примерами для подражания. Образцы для подражания их поведению. И личное покаяние даже перед смертью, это с богословской точки зрения, это путь в рай. Богом человек будет прощен. Но нам нужны, в переживаемый момент сегодня, вот России, очень тяжелейший момент, когда новомученики являются для нас энергетическим, что ли, богословским, мистическим ресурсом для спасения Родины. Нам нужны святые, образцу поведения которых мы можем подражать. Поэтому, как раз вот меня устраивает, что комиссия избрала принцип презумпции виновности. Виновности для того, чтобы у человека любые сомнения толковать против его коммунизации. Это очень хорошо. Для меня, может быть, еретическая мысль. Очень спорный вопрос. Могут ли документы гонителей церкви вообще быть учтены при прославлении святых? Такого в истории не было. Я допускаю, что они могут быть допущены как второстепенные, третьестепенные документы, подтверждающие то или иное. Но не как первостепенное. Спасибо, Ладыко. Комментарии? Мученические акты тоже ведь составлялись гонителями. И они содержали большую информацию и помогали представить характер мученичества. Так что следственные дела, безусловно, очень информативные. И они очень много дают. Отметать их никак нельзя. Это другая крайность. Сказать, что это документы гонителей, и они поэтому не должны учитываться, это никак нельзя сделать. Там колоссально много информации, и нужно уметь их прочитать. Спасибо, Атец Владимир. Владыко, если я правильно понял, вопрос не столько и не столько в том, что следственные дела не могут быть источником для представления полной картины, сколько могут ли они быть абсолютным препятствием? Может ли церковь в той или иной ситуации переступить через те свидетельства против кандидата на прославление, которые имеются в этих делах? Пожалуйста. Да, Владыко специально риторически его заострил, этот вопрос. Отец Максим Козлов, пожалуйста. Я очень коротко и скорее в форме вопроса. Если я правильно понял отца Олега, то получается примерно так, что с ужесточением государственной практики Российской Федерации в отношении доступности архивов, мы можем предположить, что она станет еще более жесткой. Давайте на минуту реконструируем, что следственные дела вовсе станут недоступны. Означает ли это, что Русская Православная Церковь находится в такой зависимости от светского государства, что канонизации новомучеников станут невозможны просто по факту изменений государственной политики? Мне кажется, в данном случае мы оказываемся в странной зависимости от государственной власти. Насколько я понимаю, это был прямой вопрос. Отец Олег, если Вы желаете ответить, прошу Вас. Конечно. Канонизация новомучеников уже состоялась. Это уже факт. Поэтому мы уже имеем собор новомучеников. Вопрос поименного включения туда действительно может быть растянут на десятилетия, а может быть и на столетия. Что, в общем-то, было и в обычаях древней церкви проставлять не сразу, а иногда и спустя какое-то время. Вот в чем главное, как, может быть, я бы хотел подчеркнуть. Область канонизации – это область священного предания. Это то, что мы даем в качестве непререкаемого образца для всей полноты церкви. Если представить сейчас, что мы начнем прославление, игнорируя вот эти критерии, а через 20 лет от архива будут открыты и выяснится, что этот человек отрекался от Христа, этот человек оговорил своего собрата, и собрата расстреляли, и так далее. И не покаялся, как говорит отец Сергий. Давайте я договорю, вы потом будете свою реплику вставить в разговор. Если это произойдет, мы ставим под угрозу самое ценное. Мы ставим священное предание, что в принципе в церкви недопустимо. Священное предание – это должно быть ограждено. Я совершенно согласен, что мы должны предельзываться четких критериев канонизации, но я считаю, что в деле канонизации далеко не все окончено. Хорошо, Москва проработала свои архивы, но епархии тоже хотят этим заниматься. И я хотел бы обратить внимание всех, что дела нам не дают, и вот зашивают страницы, как сказал отец Владимир, я тоже очень часто с этим встречаюсь, вовсе не на основании закона. Законы о ФСБ и о защите информации здесь ни при чем. Здесь действует подзаконный акт, инструкция о порядке ознакомления с делами следственными, и так далее, и так далее, и так далее, и филитационными, и так далее. Именно там прописаны все эти. А вот подзаконный акт, он все-таки не является законом. В 2011 году Общество Мемориал пыталось через Конституционный суд оспорить некоторые положения этой подзаконной инструкции. Я знакомился с этим делом Конституционного суда, оно опубликовано в Вестнике Конституционного суда. Я считаю, что там они немножко не с той стороны подошли, и вот может быть имеет смысл тем исследователям, которые работают в этом поле, еще лучше с этим ознакомиться, и возможно, что подзаконные акты можно изменить. Мне кажется, что вот предыдущие выступающие, они вывели нас на тему экспертизы документов, и в тех условиях, когда у нас существует несколько достаточно мощных центров уже изучения и публикации документов о эпохе новомучеников, и когда у нас есть, в общем-то, о чем сегодня сказал митрополит Иларион в докладе на пленарном заседании, у нас есть научные силы церкви, очень странно слышать, что мы не можем что-то изучить, или мы что-то должны отложить до каких-то будущих десятилетий, потому что сейчас у нас достаточно спокойное и стабильное время, и хорошее отношение церкви и государства. Почему мы должны откладывать что-то на какие-то десятилетия, если мы уже сегодня, сейчас можем приступить к этой экспертизе? У нас есть ученые, которыми этим займутся, у нас есть техника, есть почерковеды, которых мы привлечем. Мы же не в гетто в каком-то находимся, мы можем все эти документы оцифровать, наконец, и сравнить, какие подписи были у этих лиц до революции, какие подписи у них были в следственных делах 20-х годов, какие подписи у них были в 30-е годы, кто что подделывал, что, собственно, нам, церкви русской, мешает вести эту работу. Совершенно непонятно. Если мы вот эту экспертизу не проводим, но мы просто, я бы сказал, расписываемся в какой-то своей беспомощности, если мы это делаем в каких-то кулуарных, может быть, совсем кулуарных заседаниях и советованиях, то мне кажется, что это просто не соборное прославление новомучеников-исповедников. Это должно происходить, на мой взгляд, в церковном, соборном и церковно-общественном поле максимально открыто, публично, с доступной нам экспертизой. И тогда, в общем-то, вот эти вот все препятствия, которые вот сейчас были упомянуты, она, собственно, это первая тема, мне кажется, что все эти препятствия будут преодолены. Соборность позволит преодолеть субъективизм. Пожалуйста, отец Олег, отец Олег хочет прокомментировать ваше утверждение. Технические комментарии три. Первое. Как мне кажется, наша беспомощность уже проявилась в том, что за 15 лет открытых архивов мы их не исследовали. Поэтому, говоришь, у нас есть какие-то силы, мы там сделаем то-то, сделаем все-то. 15 лет архивы были открыты, мы этого не сделали. Это факт. Первое. Второе. Значит, в комиссии есть такой принцип. Если вопрос является спорным, его изучают несколько человек и докладывают к всей комиссии несколько человек. Иногда люди с разными мнениями, я думаю, что сидящие члены комиссии подтвердят споры, могут затягиваться, и это нормальный процесс. Это второе. Второй момент. Третий момент, вот это предложение расширить комиссию, он уже осуществился. В этом году комиссия расширена практически в два раза. Просто такие комментарии. Отче, а нет ли возможности все-таки думать о неком экспертном сообществе, которое эпизодически будет привлекаться для обсуждения вопросов более сложных, нежели чем те, которые обсуждаются в рамках самой комиссии? Эксперты привлекаются уже сейчас, например, для открытия мощей, когда проводится экспертиза, когда сначала работают историки, потом археологи, потом антропологи, судмедэксперты и так далее. То есть это уже практика последнего года, последних лет. Но все равно работа проходит в рамках самой комиссии. Ну, комиссия может привлекать и других специалистов. Это не есть некая другая структура, где бы проходила некая рецепция, может быть, спорных вопросов, сложных ситуаций. Ну, мне кажется, что у нас есть Синод, у нас есть Собор, и если кто-то считает, что какой-то вопрос был решен неправомерно, этот можно вопрос вынести на заседание Собора церковного. Да, но не очень понятен механизм вот этой самой апелляции. Если тот или иной святой не был прославлен согласно решению комиссии, непонятно, а кто, собственно говоря, будет анализировать, кто будет проводить расследование. На самом ли деле это объективно, либо все-таки здесь соединилась некая субъективность всех членов комиссии, позвольте без всяких претензий, но такое тоже бывает всем и человеке. Нет механизма апелляции. У меня есть такое предложение, точнее вопрос, возможно ли сделать процесс работы комиссии по канонизации более открытым в смысле взаимоотношений местных комиссий и центральной комиссии, потому что действительно рождается масса недоумений по поводу того, что центральная комиссия как бы отказывает в прославлении тех святых, которых выдвигают на канонизацию на местах. Но это касается не только членов местных комиссий по канонизации, как сказал сейчас отец Сергий. Действительно многие люди, возможно, действительно допустившие и самооговоры, или клеветавшие на кого-то, возможно, что это есть в документах, но они уже почитаются в церковном народе. И хотя само только это почитание не может быть основанием для канонизации, однако для того, чтобы народ не смутился, а народ очень смущается, надо сказать, многими решениями, как мы знаем, для того, чтобы вот это смущение преодолеть и добиться церковного мира, мне кажется, необходимо публиковать по некоторым персоналиям полную подборку документов, опровергающих, если это человек не достоин канонизации, опровергающих народную точку зрения, она вполне могла быть не связана с достоверными фактами. Но еще важнее, дорогие коллеги, призываю вас, публиковать такую подборку по прославленным святым. Это просто колоссальный ресурс, понимаете? По каждому святому нам нужна христоматия. Вот есть примеры таких изданий в Пермской епархии. Не очень, может быть, всегда там не все ровно, но вот несколько вышло книг, простите, на «Звезды небесные» и другие, они не получили, может быть, широкое ухождение. Но зато это свидетельство эпохи. Вот это можно показать студентам, это можно показать молодежи. Извините, жития, которые принимаются комиссией, имеют только внутри церковное распространение. И по жанру они в современной культуре другого распространения иметь не будут. А вот эти сборники документов, это и есть мученические акты. Хотя бы по тем, в святости которых комиссия уверена. Но и по тем, в святости которых она не уверена, тоже должен быть документированный ответ не только местной комиссии, но и в случае, если этот вопрос имеет общественное значение, то и всему церковному обществу. Совершенно понятно, что структура источников, с которой мы имеем дело, такова, что исчерпывающее исследование, гарантирующее, что в будущем ничего нового не откроется, ну, в общем, практически невозможно. И такие ситуации, какой бы качественной работой ни была, такие ситуации будут возникать. И кажется разумным прописать процедуру, что происходит, если эти источники всплывают. Как себя в этой ситуации вести? Спасибо, очень ценное замечание. Пожалуйста. В общем, нас приводит к вопросу, который сегодня, ну, вот никто не озвучил это слово, но я решусь озвучить слово деканонизация, которая, как бы у нас произошла, вот, но тогда получается, что если мы уже кого-то канонизировали, не так много, а потом вдруг начнем изучать, например, дореволюционную прессу светскую, и что-нибудь там найдем такое, проканонизированного святого, что очень вероятно. Или, может быть, найдем потом в деле 32-го года, а в деле 37-го года этого не будет. Как мы будем поступать? А, допустим, дело 32-го года не было изучено. Или было дело 32-го и 37-го изучено, а новомученики, а вот та самая публикация в дореволюционной прессе не изучена. То есть здесь уже вопрос о критериях деканонизации. Будет ли тогда церковь проводить деканонизацию? Или как? Если ситуация намного хуже, чем даже сейчас. Вот перед нами стоит человек, допустим, злобно даже к нам настроенный, у которого в руках все документы, ну, допустим, государственные структуры, в котором все архивные дела. И он нам говорит, только у меня сведения о священниках, которые отреклись и которые не отреклись. И я вам буду вредить. То есть я не допускаю канонизации. То есть если вы кого-то прославите, я вкину, в брошу какую-то информацию, которая его компрометирует. Это такая фантазия на… Жуткая фантазия. Да, жуткая фантазия, но на самом деле она имеет проекцию в то, что сейчас имеет. Потому что для того, чтобы изучать дела, нужна полнота. К полноте никто не допускает и никогда не допустит. Потому что это мощный очень рычаг, пока все-таки политика существует, это мощный рычаг давления. Я к чему это хочу сказать? У меня посетила такая, как Вы меня не судите, юридическая мысль. Но, может быть, мы пришли к пределу научного изучения темы. То есть вот эта ситуация, когда мы не имеем полноты источников, а заложники того, что нам будут вбрасывать. Вот как нам, если мы люди церковные, как нам себя вести в ситуации, когда у нас источников нет в отношении канонизации? Я нахожу ответ только такой, что его, конечно, нельзя, наверное, записать в проект резолюции, что эту проблему можно решить только, если мы будем больше молиться. Тем же новомученикам. Это проекция того, что мы мало молимся новомученикам, прославленным и непрославленным. Мне кажется, что вот как раз наша дискуссия и ценность вот нашей встречи заключается в том, что необходима действительно общецерковная дискуссия, дискуссия по этим вопросам. Нам нужно действительно понимание того, что эти вопросы трогают наши сердца и наши души. Дело в том, что мы сейчас говорим в достаточно узком кругу. И в этом кругу мы, безусловно, имеем право знать, собственно, а что вызвало сомнения, кто именно работает, какое поручение дано, чтобы вот эти сомнения прояснить. И, собственно, и у кого сомнения, какие сомнения, и какие есть механизмы прояснения этих сомнений. Прошел уже целый год, и мы видим, что кроме вот общих слов, такого, так сказать, некоторого утешения, такого, так сказать, каких-то максимально округлых формулировок, мы ничего кроме этого не дождались. Мне кажется, что в церковном сообществе, когда речь идет не в больших, так сказать, каких-то национальных СМИ, мы вполне имеем возможность, должны иметь возможность как бы вот на эти недоумения получить вразумительные ответы. И я бы считал, что вот одна из задач конференции содействовать разработке механизмов такого оповещения. Мы не претендуем, безусловно, наверное, как участники на то, чтобы заместить или как-то подменить работу комиссии по канонизации Священного Синода, Архиерейского собора, ни в коей мере. Мы ожидаем информирования. Мне кажется, что это все-таки не тайна от церковного сообщества, что именно вызывает сомнения и какие. И здесь авторитет церкви заключается в том, чтобы говорить об этом. И мне кажется, что вот этот авторитет церкви очень часто понимается превратно, как разговор с такими несмышленными детьми, в том числе и со всеми нами, как с несмышленными детьми, что мы-то этих проблем, наверное, не поймем, нам их не нужно излагать. Очень бы хотелось, чтобы разговор был взрослым, в том числе и с профессиональным таким сообществом церковных историков, теми, кто занимается проблемами канонизации, мемориализации памяти новомучеников. И вот эта серьезность разговора, я думаю, что мы подступили к ней вот в этой нашей дискуссии, может быть, не так, как нам хотелось бы, каждому из нас хотелось бы, может быть, есть и некоторое разочарование от того разговора, который состоялся. Но, тем не менее, это важный шаг к тому, чтобы говорить серьезно и доверительно. И вот это все-таки для церковного сообщества очень и очень важно. иметь смелость, иметь силы говорить внутри нашего сообщества доверительно и честно. И так далее. Продолжение следует...